Всем привет! Прошло уже почти 8 месяцев войны в Украине. Многие беженцы, особенно с детьми, прожили более полугода за границей и поняли, что в некоторых странах в их положении выжить просто нереально. Поэтому в этом видео вы узнаете топ-10 стран с самой лучшей помощью для беженцев с акцентом для мам с детьми без второго родителя. Информация основана на официальных источниках, ссылки на которые будут в описании к видео, а также на отзывах личных знакомых, находящихся в этих странах и на отзывах людей, которые пишут в комментариях под прошлыми роликами по этой теме. Сразу попрошу вас, зрителей, об одном очень легком действии, которое принесет большую пользу и помощь всем беженцам. В комментариях под этим видео я создам темы по всем странам и если у вас есть опыт беженства в этих странах, то напишите, пожалуйста, свой отзыв под конкретной страной. Именно этим вы окажете очень большую помощь абсолютно всем беженцам, которые пострадали от войны в Украине. А теперь подписывайтесь на канал, поделитесь ссылкой на это видео в ваших соцсетях и давайте разбираться. Польша. Спорная страна, потому что есть много различных плюсов и минусов, но обо всем по порядку. Въехать можно без биометрического паспорта, но только с Украины. Что касается финансовой помощи. Как и было, основная это единоразовая помощь 300 злотых на каждого беженца из Украины. Это примерно 63 евро. Еще есть и другие программы, всего их примерно 13. Вы их видите сейчас на своих экранах. Ссылки на них найдете в описании к видео, но программы рассчитаны не на всех. И по отзывам беженцев кто-то говорит, что получает, кто-то что не получает. Ситуации разные и вы не забудьте написать свою в комментариях под видео. По жилью. Есть вариант приема в семье, либо в лагерях. Найти семью сейчас очень сложно. В лагерях тут уже как повезет. Условия разные. Касательно аренды жилья, то по отзывам говорят, что в Польше самые лояльные условия аренды по сравнению со всеми другими странами ЕС. Но из-за большого количества беженцев найти жилье нелегко, но реально. Медицина. Тут болеть нельзя, потому что в бесплатной медицине почти всегда большие очереди. Особенно к профильным специалистам. А частная очень дорого. В садике есть государственные бесплатные и частные платные. Вот тут есть сложности, потому что мест нет практически нигде. Школы. Берут детей без проблем. Занятия на польском, но есть люди, которые помогают адаптироваться с украинского на польский. Школы бесплатные, но питание платное примерно 7 злотых в день. Занятия проходят с 8 утра и примерно до 15.30. В целом, маме со школьником работу найти можно. Есть работы с различными сменами, но работать придется по-любому, потому что пособия точно не хватит. И если собираетесь ехать в Польшу, то деньги нужно иметь хоть какие-то, потому что стартовые 300 злотых и приют на несколько дней не спасут. Франция все так же принимает украинских беженцев под статусом временной защиты до 6 месяцев с возможностью продления в зависимости от обстановки на Украине. Финансовая помощь составляет 6,8 евро в сутки на одного, то есть в месяц это примерно 204 евро. Если же это семья из нескольких человек, то остальные суммы выплат вы видите сейчас на своих экранах в таблице. Это суммы, если беженцы обеспечены социальным жильем. Если же кто-то не получил в социальное жилье, то таким лицам добавляют еще на каждого человека 7,4 евро в день. А вот по отзывам большинства, в основном все получали на карту на одного взрослого примерно 426 евро в месяц или на взрослого плюс один ребенок 528 евро, то есть полную сумму. Плюс, если самостоятельно арендовать квартиру в недорогих городах, то государство помогает с арендой и покрывает до 50% стоимости аренды. Но с октября беженцы говорят, что финансовую помощь планируют сократить, то есть не будут платить эти дополнительные 7,4 евро в день. Так что в ноябре, когда придут выплаты, все уже узнаем точно. По жилью, временный приют предоставляют, но потом будут распределять на постоянное. Это могут быть хостелы, кемпинги, отели или приемные семьи. Все зависит от того, какая организация будет заниматься расселением. Красный крест или сингар. Детские садики, называются крэш, в эту категорию попадают дети до 3 лет. Все, кто старше 3 лет, считаются школьниками, но это как у нас старшая группа, до 6 лет. Далее идет уровень начальной школы для детей в возрасте 6-11 лет. Потом средняя школа 11-15 лет. По отзывам беженцев, всех детей принимают везде бесплатно. Но что касается школ, то в некоторых школах может быть питание платным. Обучение проходит на французском языке, но есть в некоторых городах, где пытаются реализовать по несколько уроков на русском. По работе найти можно заработная плата в среднем от 10,5 евро в час. Самые распространенные вакансии в основном это присмотр за пожилыми, горничные, мойщики посуды, помощники помаров и другие вакансии, не требующие квалификации. Но даже на такие работы иногда требуют хотя бы минимальное знание французского языка. Медицина покрывается страховкой, но покрывает не все, зато покрывает необходимую стоматологию. Очереди к врачам бывают, но есть ресурсы, которые помогают попасть к нужному специалисту быстрее. В целом есть очень много противоречивых отзывов от беженцев по Франции и больше всего сложностей с языком. Но несмотря на все, многие украинские беженцы все также продолжают пребывать в эту страну. Бельгия дает хорошее финансовое пособие, но есть нюансы и много противоречий. По финансовой помощи все зависит от разных факторов и условий, но в целом максимальное денежное пособие это плюс-минус 1500 евро на семью. На отдельного одинокого человека насчитывают около 1100 евро. Плюс на каждого ребенка выплачивается дополнительно от 150 до 220 евро, но это зависит от количества детей и их возраста. Сложность с жильем. Так и осталось, то есть во временный приют на первое время поселят. Но пока беженец живет в социальном жилье, то выплат он не получит. Платят только когда есть прописка и получили карту А. Эйфория у местных уже прошла, поэтому найти принимающую семью практически нереально. Но у некоторых беженцев получается. С арендой жилья сложно и есть некоторые квесты, но найти реально. Еще один пока что очень непонятный момент для беженцев на съемном жилье вопрос по коммунальным. Каждый месяц нужно платить расчетный тариф, а в конце года будет пересчет на социальный тариф. В общем, в этом вопросе много неизвестного и все ждут, что покажет пересчет. Детские садики и школы. Тут все необычно и есть нюансы, в зависимости от региона. И в целом образование делится на три уровня, которые вы видите на своих экранах. А все, что до двух с половиной лет, это крэш, то есть ясли попасть сложно и дорого. В некоторых начальных и средних школах есть интеграционно-логопедические классы для украинцев, но не во всех. И в целом отзывы от беженцев очень разные. Кому-то образование заходит, а у кого-то есть сложности с языком. Медицина. Тут тоже покрывается страховкой. По отзывам беженцев страховка работает и покрывает некоторые расходы. И в некоторых случаях почти все суммы. Но есть большие очереди, чтобы попасть к специалистам. Касательно работы. По отзывам найти можно, но все зависит от владения языком и региона, в котором проживают беженцы. На какую-то квалифицированную работу сразу устроиться практически нереально. Поэтому многие говорят, что начинают с уборщиков и подобных профессий, которые не требуют каких-то особых навыков. И как будет дальше, реальные отзывы пока еще не встречались. В целом, несмотря на высокие финансовые выплаты, во многих моментах очень много противоречий. Выплаты беженцы получают не сразу, в среднем это через месяц. И суммы этой обычно хватает для полного минимального обеспечения. То есть, кому временно нужно спастись от войны, то особо можно и не думать за работу. Но на курсы языка ходить придется обязательно, иначе выплаты могут снять. В общем, отзывы от беженцев очень разные. И вы не забудьте оставить ваш отзыв в комментариях под видео. Чехия. Сверхпопулярная страна среди украинских беженцев. Кто готов сразу работать? По финансовой помощи беженцам выдают 5000 крон единоразовый месяц, это примерно 203 евро. Единоразовую эту помощь можно получить до 6 раз. Начиная с 7 месяца, размер финансовой помощи будет ниже. По отзывам все очень разные. Кто нормально устроился работать, у тех все хорошо. А кто не может найти работу, то прожить на финансовую помощь нереально. Детские садики. Есть бесплатные, но платить за питание придется. Школы. Много адаптированных под украинских детей. Есть сформированные полностью украинские классы. Есть сформированные классы между чехами. Медицина. Покрывается бесплатной страховкой для взрослых только на 150 дней. А для детей до одного года. Медикаменты купить можно только по рецепту, но часть медикаментов можно получить бесплатно, которые покрывает страховка. Для украинских детей много бесплатных занятий в формате кружков, бассейнов и различных секций. Но есть и платные. Просто нужно собрать все документы и запросить возмещение этих расходов. Есть соцслужбы, которые помогут мамам, подскажут на доступном языке, как организовать и устроить досуг и развитие ребенка. В целом, страна удобная по адаптации и по уровню цен. Возможность совмещать работу и занятость детей нормальная. Но работать нужно сразу, если нет собственных сбережений. Либо выбирать страну с полным обеспечением. Великобритания. Попасть в эту страну нелегко, но все же можно. Есть две программы. Первая для украинцев, у которых есть родственники Великобритании. Вторая найти спонсора. Но в обоих вариантах нужно открыть визу, которая дает право на пребывание до трех лет. По этой программе спонсор обязан предоставить комнату либо отдельное жилье беженцам как минимум на 6 месяцев. При этом спонсор получит выплату в размере 350 фунтов за прием беженцев из Украины. А украинцы получат право на трудоустройство и медицинское обслуживание на 3 года. По финансовой помощи. Есть единоразовая 200 фунтов и ежемесячная. Согласно Union Credit на одного взрослого, которому больше 25 лет, это 324 фунта. Это примерно 385 евро. Для всех других составов и возрастов выплаты вы видите на своих экранах. Также есть финансовая помощь на детей, которая составляет ориентировочно 290 фунтов, примерно 343 евро. Но зависит от условий, которые вы видите на своих экранах. А в описании будет ссылка на официальный источник, где вы сможете разобраться более детально. Главные нюансы в спонсорской программе в том, что очень долго приходится ждать, пока найдется спонсор. Да и спонсоры бывают разные. Иногда попадаются добрейшие люди, которые помимо всего стараются и сами помочь беженцам. А иногда бывают и совсем противоположны. И украинцам на месте приходится искать нового спонсора. Ситуация с детскими садиками не очень приятная, так как они платные и дорогие с точки зрения беженцев. Зато в школу идут с 4 лет. Один год подготовка, потом первый класс в 5-6 лет. Это все в школе. Государственные школы бесплатные, частные школы очень дорогие. Все обучение в школах на английском языке. Адаптивных школ нет. В начальной школе есть помощник преподавателя, который помогает украинским детям адаптироваться. Продленки как в Украине нет. Есть After School Club. Дети остаются там с 15 до 18 часов. Это платно для англичан, но для украинских детей бесплатно. И еще питание в школе тоже для украинцев бесплатное. Медицина бесплатная для детей тоже. Все, кто приехал по спонсорской программе, имеют такие же права, как и британцы. То есть медицина для украинцев бесплатная. Но вопрос, какая это медицина, это отдельная история. Устроиться на работу, имея ребенка можно. Но вот какая работа, может не всем понравится. Особенно если в Украине работали на какой-то солидной должности. В целом, у кого нет короны на голове и ребенок школьного возраста, то в основном чувствует себя нормально. И перезимовать можно, а дальше будет видно. Ирландия все так же принимает беженцев из Украины. Даже несмотря на то, что лимит, который изначально заявляла Ирландия в 20 тысяч человек, давно уже превышен. По финансовой помощи, как и было, на одного беженца в неделю составляет до 206 евро. То есть в месяц это примерно до 824 евро на одного человека. А если это семья из нескольких человек, то остальные размеры выплат вы видите сейчас на своих экранах. Кроме этих выплат, департамент выплачивает пособия на ребенка родителям или опекунам на каждого ребенка в возрасте до 16 лет в размере 140 евро в месяц на одного ребенка. Эта информация есть на официальном портале. Ссылка в описании под видео. По жилью на первое время селили в различных местах и даже на стадионах. Потом переселяют в объекты, похожие на общежития, в которых условия разные, но в целом для реальных беженцев в основном удовлетворительные. По уровню жизни и ценам страна не дешевая, но по отзывам беженцам пособия хватает для адаптации, а некоторые и не видят смысла работать, при том, что зарабатывать можно и в два раза больше. Медицина, по отзывам беженцев, она другая и очень отличается от нашей. Частично бесплатная, но болеть тут нельзя, особенно хроническими заболеваниями. Детские сады посещать можно, но они платные, дорогие и с местами очень сложно. Но есть государственная программа, название вы видите сейчас на экранах, которая обеспечивает 3 бесплатных часа на каждый день для посещения ребенком садика. Школу берут с 4 лет, это дошкольное образование, по желанию. С 6 лет уже полноценная учеба, она обязательная, школы бесплатные. Есть финансовая помощь для школьников, составляет примерно 260 евро, которая уходит на форму и подготовку к школе. Детей украинцев берут обычно на минус 1 год. Например, если в Украине ребенок учился в 4 классе, то возьмут 3 класс, но могут сделать исключение и зачислить в текущий класс. Если в школе много украинских детей, то могут быть адаптационные классы. До 12 лет школьная программа легкая и напоминает игровую форму. После 12 лет школьная программа гораздо усложняется. В случае отказа в выдаче временной защиты украинцам, которые получали ее в других странах, были, но прям чего-то масштабного не слышал. Касательно работы, то по отзывам ее достаточно, но желательно знать минимальный английский. Зарплата в среднем 10-12 евро в час. Самые распространенные вакансии, это в сфере красоты, повара, различные работники в отелях. В общем, как показывают отзывы, то многие беженцы довольны и даже не особо нуждаются в работе, потому что помощи хватает. Но если вы думаете ехать с ребенком, то обратите внимание на возраст ребенка и нюанс с детскими садиками. Исландия принимает украинских беженцев под статусом временной защиты сроком на один год с возможностью продления. Не самая популярная страна, но все же есть некоторые беженцы, которые выбрали именно Исландию. По финансовой помощи из отзывов на первое время выделяют совсем немного. На одного взрослого в неделю до 57 евро, на пару в неделю до 92 евро, на ребенка в неделю до 35 евро. Плюс беженцы обеспечиваются бесплатным жильем до 8 недель. После этого срока нужно найти самостоятельное жилье и когда будет договор аренды, можно оформить социальную помощь в размере от 150 до 348 тысяч крон. В евро это примерно от 1075 до 2638 евро в месяц. Все зависит от муниципалитета и от того, являетесь ли вы одиноким человеком или парой. Ссылка на источник будет в описании к видео. Детские садики. В столице пристроить ребенка сложно из-за большого количества детей. А вот в удаленных местах в этом вопросе дела обстоят легче. Садики платные, но некоторые муниципалитеты компенсируют часть либо полную стоимость. Школы. Ходить обязательно. У родителей даже нет права на то, чтобы дети не ходили в школу. Государственная. Бесплатная. Во всех школах уроки только на исландском. Конкретной программы адаптации нет. Но обычно есть один час занятий для детей. Для ознакомления с исландским языком. Продленка есть, но это уже платно. Питание в школе платное. В некоторых городах муниципалитет компенсирует эти расходы, но не везде. На первое время лучше иметь какие-то деньги. И важный момент, что это очень дорогая страна. Но и совсем без денег тоже обойтись можно. Потому что как только украинцы приезжают в Исландию, они обеспечиваются полностью всем необходимым. В том числе и жильем. По медицине. Отличия есть от украинской, но в целом страховка работает. Вот только чтобы попасть к врачу, есть очереди. И иногда очень долгие по срокам. А для детей до 18 лет страховка включает даже стоматолога. Но нужно делать взнос. Один раз в году 3500 крон. Кто хочет работать, то работу найти можно. Но работа в основном будет физическая, разного характера. Чаще всего это будет уборка гостиниц и офисов. И в целом совмещать работу и занятия детей с садиками и школами реально. По отзывам, Исландия это страна исключений. Так что несмотря на все сложности, которые возникают у беженцев в других странах, которые доступнее и ближе к Украине, иногда тут может быть легче прожить, чем даже в той Польше. Германия. Несмотря на многие фейки в интернете, все так же принимает беженцев и собирается это делать до конца войны. Единственный момент, некоторые земли переполнены, поэтому распределение будет зависеть от индивидуальных обстоятельств. По финансовой помощи до 449 евро в месяц на одного взрослого. И если это семья, то размеры выплат вы видите сейчас на своих экранах. Ссылочку на официальный источник вы найдете в описании под этим видео. Кстати, планируется, что с 2023 года украинцы, нуждающиеся в финансовой помощи, будут получать примерно на 50 евро больше. То есть выплаты будут примерно такие, как вы видите на своих экранах. Кроме хорошего пособия, есть и многие другие варианты помощи. Это предоставление жилья в лагерях и даже финансирование арендного жилья. Но найти подходящую квартиру нелегко. Плюс некоторые покрытия коммунальных платежей и единоразовая помощь на предметы домашнего быта, а также медицина, право на работу и тому подобное. Плюс-минус условия могут отличаться. По уровню жизни и ценам. Да, все в основном выше, чем в Украине. Но по отзывам беженцев помощи хватает для адаптации, а некоторые и откладывать что-то умудряются. Детские сады посещать можно, но с местами очень сложно. Посещение платное, но беженцам можно запросить помощь на возмещение. Школы. Бесплатные уроки ведутся на немецком. В некоторых школах есть программа адаптации. Медицина. Для многих украинцев непонятная, но качество несравнимое с украинской. Работу без знания языка найти можно, но если хотите что-то интересное, то нужно выучить хорошо язык на интеграционных курсах. Многие беженцы с детьми сейчас переезжают в Германию с других стран, где получили временную защиту, потому что не могут прожить там на тех условиях. А в Германии все для этого есть. Поэтому как минимум до конца интеграционных курсов можно особо не беспокоиться. Норвегия. Принимает украинских беженцев по программе временной защиты. Сроком на один год с возможностью продления до трех, в зависимости от обстановки в Украине. По условиям тут все очень нестандартно и во многих случаях все по-разному. В среднем это выглядит так. Всего есть три этапа. Первый этап. Украинцы попадают в центр для беженцев, где находятся не более трех недель. Финансовой помощи на первом этапе нет. Только полное обеспечение соц. жильем и питанием. После этого идет распределение по местам проживания, но тоже временно. И тут нужно быть готовым к самым необычным и дальним местам. Второй этап. На новом месте в соц. жилье. Примерно от одного месяца. Финансовая помощь в каждой коммуне разная. Где-то 200 евро на одного человека. За это время подыскивается жилье в коммунах на последующее проживание в рамках временной защиты. Третий этап. Когда беженцы попадают в постоянное жилье до начала интеграционной программы. Получают пособие примерно до 650 евро на взрослого и до 420 евро на ребенка в зависимости от возраста. Дальше идет интеграционная программа. Где беженцы изучают языки и получают пособие как зарплату. И уже из этих денег нужно платить за все. Переехать из другой страны, где уже ранее получали статус временной защиты можно. Но есть нюансы, которые подробно показаны в этом ролике. Ссылка будет в описании. Садики. Есть платные и бесплатные. По детским садикам есть очередь. Но с теми, с кем общался я лично, сказали, что дети пошли в садик без очереди. Государственный садик стоит 3315 крон. Но пока коммуна содержит беженцев, она полностью покрывает садик. Школы. Государственные и бесплатные. В школу нужно идти обязательно. Если не пойдет, то это нарушение закона и прав ребенка. То есть даже если ребенок учится онлайн в Украине, в местную школу он обязан ходить. Занятия проходят на местном языке. Но детям всячески помогают с адаптацией. Медицина. Тут тоже другая. То есть непривычная для украинцев. Но каких-то громких отрицательных отзывов не встречалось. Наоборот, слышал, что даже операцию делали бесплатно. Ехать можно совсем без денег, если нет короны на голове. То есть полностью всем обеспечен. Как будут обстоять дела с работой после интеграционной программы сказать сложно. Потому что еще никто не дошел до этого момента. Но говорят, что работу найти можно. И для совмещения работы и детей условия есть. В целом, мамам с детьми можно рассчитывать примерно на 4-6 месяцев обеспечения. А что будет дальше, поживем увидим. Швейцария. Несмотря на высокий уровень цен, самая удобная страна для мам с детьми. Но тоже с некоторыми нюансами. Первое, что получают украинцы, это уникальный статус С, который дает право на проживание в течение одного года с возможностью продления. При обращении за защитой украинцев распределяют по кантонам, где их обеспечивают соц. жильем, питанием и медстраховкой. Также украинцы получат право на работу. Финансовая помощь в размере 1573 франков в месяц. В евро это примерно 1655 на одного человека. Сумма не маленькая, но не по швейцарским меркам. И помощь эта идет не в руки украинским беженцу, а выплачивается властям кантона, куда распределят беженца. Из этой суммы кантон несет расходы на медстраховку, на проживание беженцев, питание, средства личной гигиены и куча прочих других расходов. В итоге на руки кантон выплачивает только то, чем не обеспечил беженцев и даже можно арендовать жилье на эти деньги вместо общак или лагерей. Несмотря на то, что ранее Швейцария заявляла, что не принимает беженцев, которые уже получали временную защиту в других странах, на данный момент многие переезжают из других стран и еще не слышал ни одного случая, чтобы кого-то не приняли. Садики есть платные и бесплатные. Государственные бесплатные, но работают в среднем до обеда и принимают детей только с 4 лет. Частные платные, принимают в любом возрасте, но очень дорогие. Школы бесплатные, занятия проходят по сменам, но грубо говоря к 16.00 все школьники уже дома. Учатся дети в адаптивных классах, но группируются в среднем по возрасту и занятия проходят все равно на местном языке. Школу ходить нужно в обязательном порядке. За непосещение последствия серьезные. Пропускать можно только 3 дня в году. Даже с температурой до 38 градусов нужно ходить в школу. Медицина покрывается страховкой и в целом отзывы получше, чем в других странах. Но есть один очень жирный минус. Страховка не покрывает стоматологию и минимальное лечение выходит от 200 франков, что примерно 204 евро. И все это нужно заплатить из своего кармана. Ну и не забывайте, что в Швейцарии 26 кантонов, а это как грубо говоря 26 разных стран. Поэтому плюс-минус ситуации бывают разные. Устроиться на работу без знания языка сложно и даже на тяжелые, но в целом это и не нужно, потому что пособия в размере примерно 300-500 франков, которые остаются после обеспечения жильем, страховкой, гуманитарными продуктами и прочим вполне достаточно на жизнь, если не путешествовать и не жить на широкую руку. Тем более, что на работу мам с детьми никто не выгоняет, как в других странах. А теперь по общим нюансам. Сейчас отношение к беженцам уже не такое открытое и щедрое, как было в первые месяцы. Поэтому новым беженцам нужно хорошо подумать, стоит ли сейчас уезжать из Украины или может лучше остаться. Но все же перед отправлением в любую страну рекомендую обязательно по всех чатах и группах связаться с людьми, которые находятся там и выяснить обстановку на текущее время. А не на то, что вы смотрите в интернете, что было вчера, потому что изменения бывают часто и много. В этом ролике собраны максимально усредненные условия для беженцев, потому что есть много случаев, где условия все равно отличаются очень существенно. Поэтому очень важно, чтобы каждый, кто смотрит это видео, написал подробно в комментариях свою историю, в которой он оказался, для того, чтобы помочь новым беженцам, которые все-таки только собираются выезжать из Украины или переезжать из других стран, разобраться во всех этих сложностях. На этом все. Поделитесь этим видео в ваших соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали эту информацию. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.